Воспользоваться чьей-то забывчивостью дело не только совести, но и уголовного кодекса. Если вы забрали чужую вещь вместо того, чтобы попытаться найти ее хозяина, не думайте, что об этом никто не узнает. К примеру, двух чебоксарцев, подозреваемых в краже денег из оставленной в магазине сумки, полиция разыскала за два дня. Детали у Ольги Павловой. Такого подарка от судьбы 48-летний житель Чебоксар и его племянник совсем не ожидали. В отсеке с арбузами они увидели забытую покупательницей сумку. Немного посовещавшись, родственники вытащили из нее деньги и сотовый телефон. Потом стояли возле кассы рядом с хозяйкой сумки и переживали, как бы та не додумалась позвонить на свой мобильник. Потерпевшая сразу же обнаружила, что у нее нет сумки, когда хотела расплатиться за продукты. Она побежала в то место, где она эту сумку оставила, а в это время подозреваемый, зная, что у него находится похищенный сотовый телефон, думал, чтобы он не зазвонил. Телефон все же зазвонил, когда мужчины выходили из торгового центра. Не зная, как его отключить, Чебоксарец просто выбросил мобильник в ближайшую клумбу. Там его обнаружили прохожие и принесли к стойке администратора супермаркета, где произошла кража. Между тем подозреваемый помоложе успел пересчитать похищенные деньги. 26 тысяч рублей дядя с племянником поделили между собой. По всей видимости, разделить на двоих им придется и уголовная ответственность за кражу. Оперативники уголовного розыска без труда и в кратчайшие сроки установили, кто унес чужие вещи. Предварительно дело квалифицируется по статье 158, часть 2, пункт АВ, в группе лиц с причинением значительным материальным ущербам потерпевшей. Недавно в аналогичной ситуации в Новочебоксарске суд назначил местной жительнице наказание в виде судебного штрафа в 20 тысяч рублей. Это еще с учетом того, что обвиняемая полностью возместила ущерб пострадавшей. Продолжение следует...